Да, это еще один концепт. Концепт, который в этот раз компания Smart представила на автосалоне в Женеве. Он имеет жесткую съемную крышу и потенциал понравиться аудитории. Это концепт, продолжение концепта 4Ease, который компания представила на автосалоне в Париже в прошлом году. Вы на канале Mega Electric и сегодня мы расскажем вам о Smart 4Tool в стиле Speedster. Speedster это тип двухместного спортивного автомобиля. От родстера отличается отсутствием задних мест, зачастую и открытым верхом. Да, Smart 4Ease Plus это Speedster, хотя и крыша и имеется. Она жесткая и съемная. Предполагается, что крышу сможет снять и установить один человек. Базой для этого автомобиля послужил стандартный Smart EQ 4Tool Cabrio. Все технические характеристики, как и у донора. Электромотор мощностью 60 кВт выдает 82 л.с. и вращает задние колеса. Питается от литий-ионной батареи емкостью 17,6 кВт в час. Полного заряда хватит на 160 км пробега. Максимальная скорость сети кара ограничена отметкой в 130 км в час. Конечно, с его кузовом хорошо поработали дизайнеры. Отличия видны сразу. Стильные фары, усиленная рама ветрового стекла. Массивный спойлер в форме утиного хвоста. Нестандартные диски под стать выпуклым колесным арком. Вместо радиаторной решетки два квадратных фонаря. Основной цвет кузова матовый серый, который в дальмир называют каменный уголь. Яркие акценты желтого цвета можно найти на колесах, бамперах и в салоне. Приборная панель обтянута кожей Nappa серого цвета. Сидения выполнены из комбинаций кожи и микроволокна. Главной особенностью является руль, у которого нет верхней части обода. В салоне установлена информационно-развлекательная система и два цифровых датчика в центре приборной панели. Ожидается, что к 2020 году смарт-бренд будет использовать только электроприводы. Хотите узнать, какие тренды в развитии автомобильной промышленности во всем мире мы увидели во время автосалона в Женеве? Тогда смотрите другие видео в плейлисте «Автовыставка». А пока мы будем благодарны вам за поддержку нашего молодого канала в виде лайка. Также советуем подписаться и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok